здравствуйте дорогие друзья подписчики и гости канал с вами татьяна просина вы не смотрите меня у меня усы отросли это все сибирское здоровье ладно шучу мы обещали вам сделать обзор нового будильника с часами не знаю как правильно показывать под названием фнура или фнура первый раз мы заметили этот прибор еще когда обозревали новинки кема апрель 21 точнее вчера до вчера мы забрали его в гостиницу мы не у себя дома сразу горем и гостиница и в домашних условиях мы сегодня для вас не хочу делать специальное это отводить на это время чтобы делать свет в офисе красиво сделаем по-домашнему чем приглянулся мне этот приборчик он очень интересен тем что у него работает всегда время очень приятный на звук будильник и заряжайся аккумулятор теперь начнем а почему ты не говоришь что у нас смертельный номер и камеру держу я да у нас смертельный номер и камера держит от я так прибор поставляется в этой коробочке модель модель там китая стандартную комплектацию входит сам будильник часы шнурик и шнурик типы тип c тип c это микроэзди микроэзди у меня еще один зарядчик появился так подожди здесь еще батареечки три штуки да я сейчас буду рассказывать оператор метлика да я думал что данный прибор уже встроен аккумулятор но окраса мои надежды не учились успехом оказывается все покупать самому потому если вы же самать ручку жены да тут вообще кстати крепление плохое покажем ничего не видно вот смотрите вот чтобы открыть отсек для аккумуляторов нужно из замочка закрытого перевести собачку замочек открытый девочки не ломайте ночь видит даты да вот сейчас я попытаюсь это сделать у меня один стержень уже сломал сушки честно странное ощущение когда снимал целый день пришел поужинал и хотел лечь а муж говорит камеру три в руки снимай давай меня вот одну ручку же сломал но ради ту эксперименту подготовить идти на больше покажи дыдочку который поломал используют аккумуляторы исключительно и кей рекомендует только никель металлогидридный аккумулятор покажи поближе вот такие вот посмотрите вот сейчас сейчас вот не мх тип никель металлогидридный аккумулятор сюда нельзя вставлять челочные батарейки нельзя вставлять алкалиновые почему потому что мы этот прибор можем заряжать при помощи тайп си поэтому используем только батарейки определенного типа минимум от 2000 миллиампер до 3000 данный момент мы используем и киевские лада аккумулятора 242 450 кстати как эти аккумулятор ты же на них постоянно работает слабого то я хочу немножко побольше или они очень быстро теряют емкость я просто не знаю сколько циклов у этих аккумуляторов заряда-разряда они все равно с каждым временем теряют емкость но я такой информации не знаю если кто-то знает из подписчиков какая какой цикл работу может быть кто-то фотографа кто например на этих аккумулятор работает да я буду очень счастлив поздать эту информацию вот смотрите опять смучение номер два покажи ничего не видно я пытаюсь для между твоих две руки и слова нью-йорк зачем закрыл дим тут отвертка яр маленькой металлической собачку переставил в положение закрытый и списал все уже но да мы кстати решили вы оставить и закрывается пластиковую частью на этом обзор окончился до свидания оказывается у нас аккумулятора сели мы включили его через зарядку сразу вопрос можно нет потом вопрос сразу скажу имеет три яркости это интенсивность 3 типа интенсивности можно спрошу да да а если без аккумулятора через розетку будет работать вот я в этом расскажу смотрите самая тихая часть в этом положении вот в самым-самым низко слабенько ярко при самом низко кстати можно я слипать кафе и вставлю через камеру передача ярче чем в реальности в реальность это прям приглушенные еле видны и цифрки в таком режиме часы от аккумулятора проработают около семи дней они горят постоянно не пропадает экран в таком положении это второе это второе положение проработают 17 часов при максимальной яркости около 10 часов проработать от аккумулятора а если розетки но их зарядил и поставил куда хочешь когда начнет разряжаться аккумулятор заряжаться на промо отключить будто похоже нет не покажет а вот тут с левой стороны появится индикатор батарейки пустой батарейки будут моргать он символизирует будет о том что вам пора зарядить данный прибор давайте сейчас настрою время это настраивается при помощи вот этих функциональных клавиш покажи пожалуйста переверни ну нормально сейчас время у нас сколько время у меня 20 38 20 вот моргает 20 покажи клубчик которым меняем минуты нажимая на этот среди индикатор и минут 20 30 лет можно также удерживать и он будет мы нажали давайте послушаем как и сколько мелодий будильника в этом приборчик а сейчас он будет работать самым тихом режиме я поближе поднесу это первая мелодия чтобы хоть будем чем было видно то только что увидит я так песенка у вас ну что мы слышим как он тихий и 3 еще раз самое интересное что когда бутильник начинает звонить он начинается самого тихого вот этого режима и постепенно через каждые 10 секунд поза повторяется мелодия с более сильным звуком уже через минуту его невыносимо слушать его раз и у него да но помимо этого помимо звукового сопровождения идет еще мерцание нижней подсветки она но когда бутильник начинает звенеть параллельно сможет нарастание музыки и нарастает интенсивность света через каждую секунду ярче 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 и потом опять тише и потом опять ярче 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 сейчас мы как-то сможем это продемонстрировать мне понравилось просыпаться вот самый яркий режим имеет вот разный интенсивно например будильник заработал мы сейчас продемонстрируем и он потихонечку так увеличивает интенсивность цвета вот до такого состояния сейчас мы включим будильник и опять включимся и продемонстрируем как это сам он работает вот сейчас через буквально через секунд 40 звучит будильник когда зазвучит будильник чтобы его отсрочить или выключить нужно нажимать верхнюю часть и не удерживать или просто слегка ну просто так умножать и все и если как понять удержали вы отсрочили вы будильник или нет тут будет zz индикатор показывает как раз я когда будильник загорится мы один раз нажмем и увидим индикацию что отсрочен будильник на определенный на 5 минут на 10 минут есть градации и настраивается она вот через эту функциональную клавишу а расскажи пожалуйста здесь пять кнопочек там значит звоночек это будильник настраивать нажимаешь будильнику удерживаешь и он моргает настраиваешь время будильника сейчас это нажимается выбирать мелодию с работу посмотрите мы нажали на времени вот зазы появилась ну ладно продолжим мы сейчас еще раз будем выключим ну смотрите он работает сейчас в отсрочке я сейчас не помню сколько по умолчанию стоит потому что мы батарейки вынимали минимум должен пять минут быть через пять минут он должен опять заработать если пока сильно не выключить или какую-то кнопку даже куда пусть в любой кнопку нажимаете все она пропадает все она не будет повтора будильника вот через эту кнопочку мы выбираем какой у нас будет будильник вот такой вот на этот значок и нажимаем и выбираем интенсивность подсветки а луна луна дает по моему отсрочку будильник вот там сел 15 20 30 45 и так далее будильник вот ты как считаешь ценник не завышенный веста я не понял зачем можно было что-нибудь туда и другое я бы туда такой же из такого пластика сделала ручку но довольно таки легкий мне знаешь что что понравилось мне очень много запросов приходит от возрастных людей которые хотят что была небольшая подсветка видно цифры кинок сожалению наверно им очень долго будет разбираться привыкать разбираться с этим функционалом если только настроить кто-нибудь да я сам я думал когда мы купим этот прибор и минут через 20 я сделал обзор нет нифига мне пришлось да мне пришлось пока пока сутки провести покопаться и изучить как он работает как будильник работает ну давайте мы сейчас опять на паузу уйдем оставим да и поставим уже подавлен будильник и по выка послушайте как он настоящему работает ну и в принципе все наверное да ну потом пощадку там уже больше рассказывать ну вот осталось подожди а ты включил ровно минуту в 2049 давно сработать будильник еще хочу сказать формат времени можно менять на 12 часовой и на 24 маем приемы им до достаточно удержать несколько секунд вот этот вот эту клавишу больше ничего держать не будем что будильник сработал как надо да а может уже у кого-то есть ну пусть тоже дополнить свои ощущения и как вам игрулька а цвет по моему если не ошибаюсь только такое ну смотрите слушаем сначала тихонечко потихонечко 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 нарастает универсию песни одни просто куски минути каких-то сейчас еще громче стало но стойте давай он будет звучать когда трогишься да интересно он безопасный многие любят поделить шерсть ну я чувствую да он пластиковый из мягкого пластика в гостинице я ничего не прибавляю Ну и ладно, не будем не издеваться, да? Ну и всё. Всё. WayGap Wu уходит спать. Мои ощущения и впечатления от этого прибора. Это единственный будильник в моей жизни, от которого я судорожно не встаю в холодном поту. Я сегодня его услышал, но были сегодня у нас птички. У нас сегодня птички разве это будильник. Мне понравилось. Я встал спокойно, с доброй намерениями. Выкрутить этот будильник. Нет, но я уже, понимаете, когда он тихонечко включается, ты ленишься, слушаешь птичек. И буквально минут через 40, когда ты уже практически проснулся, в себя пришёл, ты идёшь, спокойно уже выключаешь будильник. И ты проснулся. Прям Икея, спасибо, что сделал такой прибор. Хоть я редко в последнее время хвалю Икею. Нет, тебе сказали в обзорах новинок, что ты облизываешь шведов. Нет. Если вещь дельная, я про это скажу. Если вещь бесполезная, я не буду это скрывать. Вот, смотрите, он уже. Ну всё, прощаемся. Да. Ты знаешь, как-то я после остальных часов съёмок сегодня у меня уже камера в руках. Советовать? Решать его? Скорее всего, да. Если вы не хотите звукодробильных, как Икея, а остальные, да, вообще, звуки, лучше поберегите ваше нервы. Ну, я думаю, обзор удался. Если что-то я не дорассказал, дополните в комментариях. Буду рад. Буду рад.